Привет-привет! Вы на канале Зелёный Огород. С вами Елена. Сегодня я продолжаю серию роликов о томатах, которые выращиваю в поликарбонатной теплице, а также в открытом грунте. И сегодня речь пойдёт о таком томате, который называется Байкальский ранний. Извините, что такой потрёпанный конверт, но вот так приключилась с ним. Небольшая беда. Этот томат мне очень понравился. Производитель Premium Seeds заявил, что он высокоурожайный, холодостойкий, раннеспелый. Это сорт нового поколения для открытого грунта. Он абсолютно неприхотлив к освещенности, очень долгий период плодоношения. Высота у него 45-50 см. А также он устойчив к некоторым болезням. И что самое главное, генетически устойчив к фитофторе. Поэтому я его сегодня снимать не буду, потому что у нас завтра начинается холодно и может наступить фитофтора. Но его я оставлю ради эксперимента. Действительно ли он устойчив к фитофторе? И посмотрите, какой это богатый сорт. Каждая кисть по 5-6 плодов. Вот такие вот кисти. И он действительно все завязывает и завязывает и завязывает. Посмотрите, сколько на нем много-много плодов. И просто сегодня я вот сниму несколько штучек, которые начали уже зреть. И просто хотя бы взвесим их. Все остальные я буду ждать, пока они у меня вызреют. Рекомендую, кто любит выращивать томаты в открытом грунте. Во-первых, у него здесь не будет никакого зеленого пятна. Они будут ровненькие, плотные. И вот для любого вида консервирования они просто великолепны. Посмотрите, какие они красивые и ровненькие. А также заявлено, что они не будут растрескиваться. Ну что ж, а теперь давайте взвесим несколько плодов. Первый плод. 118 грамм. Довольно неплохо. Второй плод. 82 грамма. Ну и маленький взвесим. 72 грамма. Очень даже неплохо. У производителя заявлено, что он должен быть весом 90-100 грамм. Хочу сказать, что томат мне этот понравился. На следующий год буду выращивать его обязательно. И хочу сказать, что на квадратном метре можно его выращивать 5-6 штук смело. Он не будет друг другу мешать. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.